приветствую вас это александр ростовский сегодня хочу рассказать очередную так сказать новогоднюю историю об авторских правах довелось мне вчера исполнить и записать сонату бетховена давно я этого не делал сделал это по памяти получилось как получилось что было дальше после того как было опубликовано эта запись как и всегда вообще как и любой пользователь ютуба естественно захотелось взглянуть менеджер видео чтобы проверить очередную запись на предмет совпадения со сторонним содержанием нарушения авторских прав сейчас вот еще раз это сделаем вот у нас менеджер видео и что мы видим совпадение со сторонним содержанием это всегда невероятно интересно когда это происходит в гугле в ю тубе вообще в гугле последнее время невероятно интересные вещи происходят вот значит что у нас здесь уведомление о нарушении авторских прав так людвиг ван бетховен соната номер 14 опус 17 номер 2 в ваше видео есть песня права на которую принадлежат другому лицу просто очень интересно было бы узнать что что такое за лицо которому принадлежат права на бетховена вот значит что здесь нам предъявляется подробная информация так значит название а даже состынуто музыкальной композиции правообладатель один или несколько музыкальных обществ обществ по защите прав в общем название написано на фашистском языке вот эта жалоба была получена вчера мной сразу же после того как я опубликовал это видео я написал возражение естественно эту жалобу и как всегда как не раз это уже было в эту же секунду жалобы было отозвано то есть это такой некий щелчок то ли по носу то ли по голове по рукам который делает youtube всегда когда человек публикует классику зачем я могу догадываться только что видимо с той целью чтобы как-то отводить потенциального пользователя того чтобы он публиковал это какие-то совсем ненужные вещи зачем это нужно действительно ну и в общем когда мною было послано возражение жалоба была отозвана ну и как бы тема вроде бы была закрыта собирался об этом рассказывать ну жалоба и жалоба отозваны и отозваны вроде бы все но сегодня так сказать по утру вот возникла еще одна жалоба тут уже название немножко сокращенная просто мунляет соната музыкальные композиции правообладатель некий сиди baby вот значит очень интересно было бы узнать а что это такой за сиди baby который владеет бетховеном сейчас мы посмотрим так сиди baby ком кем или чем мы являемся сиди baby это небольшой музыкальный интернет-магазин распространяющий компакт диски независимых исполнителей вот что что независимый не продавший свою жизнь карьеру и творческие работы знак чему это они мы просто группка людей на складе дисков больше похожим на игровую площадку в портлинге штат урегон до продажи мы слушаем каждый альбом что дает нам возможность рекомендовать клиентам другие диски которые им понравятся мы выставляем на продажу диски предоставленные самими музыкантами никаких посредников музыканты посылают нам альбомы мы помещаем их на склад продаем и платим им напрямую вот значит и вот этим вот друзьям товарищам в общем и принадлежит соната бетховена но я думаю что не только соната вообще все что бетховен написал принадлежит вот этому сиди бэби но что мы можем в таком случае сделать можем оспорить как это выглядит значит я полагаю что данная жалоба на нарушение авторских прав безосновательно по следующим причинам и здесь нам предлагают выбрать причины здесь раз два три 4 5 6 7 пунктов но я думаю что наверное стоит выбрать контент является общественным достоянием или не защищен авторским правом продолжить значит я хочу оспорить эту жалобу поскольку весь контент гарантированно не защищена авторским правом ну я думаю что музыка бетховена точно не может быть защищена ничьим авторским правом я в этом уверен введите краткое пояснение какой мы можем вести здесь пояснение значит я лично исполняю сонату бетховена думаю писать им какую смысла нет так прошу жалобу то звать вот что здесь у нас дальше так увидите свое полное имя чтобы использовать его как электронная подпись сейчас мы посмотрим может быть жалоба раствориться сразу или нет так отправить возражение так вы действительно хотите оспорить эту заявку да хотим так ну все заявка пошла опять заходим в менеджер видео смотрим так ваше возражение ответ ожидается 1 февраля ну значит будем ждать 1 февраля на этом все всем спасибо всех с новым годом до свидания